19 часов и 8 минут в Москве. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Чиж. Всем добрый вечер. Глеб Павловский, политолог. Сегодня представляет свое особое мнение. Здравствуйте. Здравствуйте. Плюс 7, 9, 8, 5, 970, 45, 45. Твиттер-аккаунт вызван в сайтах Москвы. Все это принимает ваши вопросы. Самые интересные обязательно в этот эфир попадут. История с «Шалтай-болтаем» будоражит умы. Настоящий шпионский роман. И в эти выходные как-то много всего всплыло в различных публикациях. Вот Росбалт пишет о Владимире Аникееве, который вроде как создатель этого проекта, и даже пишет, что в нулевые он имел какое-то отношение к фонду эффективной политики. Помните ли вы такого человека? Он бывал на тусовках. Бывал на тусовках. И стал вхож в администрацию президента. Благодаря этому. И все это произошло через секретарш, что особенно тонко. Фонда? Через секретарш фонда, видимо. Вот через секретарш фонда. Ну, вы знаете, бывает, люди в Голливуд тоже попадают. Как говорят некоторые, через постель. Но я не так велик, чтобы через моих секретарш попадали в Кремль. Это звучит неубедительно. Я, во-первых, верю тому, что Аникеев действительно существует какой-то, потому что, ну, я из уважения к хозяевам сайта Росбалт исключительно. Но я никогда не видел этого господина. И если под тусовками понимаются пресс-конференции фонда или корпоративы, так называемые ФЭПники, с сотнями людей, то там, черт знает, кого только не было. Во всяком случае, ряд нынешних советников президента там точно был. Поэтому интересно мне другое, что как преобразуется сюжет. Заметьте, за несколько дней сперва с телеканала, где там главный редактор господин Дугин, значит, приходит известие, что вскрыт страшный американский заговор, американский заговор, где люди с помощью Шелтая-Болтая подбирались к Грефу. И там такой проброс, что Греф сам, в общем, тоже был не прочь. Потом, значит, сообщается еще более страшное событие, что где-то прямо на заседании коллеги ФСБ, значит, человека, как в фильме «Килл Билл», значит, просто вяжут, одевают мешок на голову, что там дальше с ним неизвестно. В этом смысле информированность телеканала «Царьград» поражает. Да, да. Но все-таки человек, человек, о котором идет речь, он известный человек, ну, сравнительно известный и, в общем, достаточно ответственный. А потом, сегодня мы обсуждаем, насколько я понимаю, из того же текста, другой информации у меня нет, его агента. В общем, человека, которого он в качестве куратора не просто вел, а снабжал информацией, что еще интереснее. И какую-то информацию тот добывал сам, а какую-то получал просто из рук. И это совсем интересно, то есть ведомство со строгими правилами секретности, информация фактически содержит, ну, всегда это служебная информация, как минимум, даже если забыть о таком пустяке, как неприкосновенность переписки, значит, и тому подобные вещи. А вот, для чего? Для того, чтобы тот опубличил сливы-то в прессу, там, куда-то еще. Ну, сливая, человек может использовать это как товар. Да, он сливает, но при этом что-то получает. И опять-таки возникают цифры с нулями. Это число нулей увеличивается постепенно от нескольких десятков тысяч долларов. Сегодня дошло, по-моему, до десяти миллионов уже. Что это такое? Перед нами информационный спектакль. Информационный спектакль. И мы не должны обольщаться, что мы уже в финале, и мы знаем его сюжет. Мы не знаем его сюжета. И нас не приглашают его дописывать. Но фактом сравнительно различимым является то, что компетентные сотрудники компетентных органов ведут дела с мошенниками. И вовсе не для того, чтобы доставать, как они должны, тайны зарубежных разведок, значит, и зарубежных правительств. А для того, чтобы дать им приторговывать на внутреннем рынке, да, троллить, в общем, вполне тоже ответственных сотрудников штатских ведомств. Что это такое вообще в целом? А что там происходит в этом спектакле за сценой? Ведь если верить материалам, которые, значит, опубликованы на Росбалте, получается, что летом прошлого года Шалтай-Балтай переходит, ну, под кураторство высокопоставленного человека из Центра информационной безопасности ФСБ, возможно. Да, а дальше, потом осенью, возникает история с перепиской Владислава Суркова. Это что же значит? Есть какая-то группировка, которая может себе позволить затеять такую игру? Да, конечно, есть. И, вообще-то говоря, все действия Шалтай-Балтай производили на меня впечатление действий под прикрытием, вот, реальным. Потому что очень заметен был отбор. Всегда атакованные принадлежали к тем фракциям власти, которые в данный момент были в немилости, были не в фаворе. Так сказать, они были как бы при власти, или даже власть, помните, с Медведевым. Но все равно Медведев в тот период, когда по нему ударил Шалтай-Балтай, был постоянно критикуемой фигурой даже на официальных каналах. То есть всегда это отбор, а уже внутри этого еще дополнительный отбор жанров, что они, собственно, сливают. Там ведь есть вещи, которые определенно не могли быть получены путем того, чтобы хакнуть почтовый ящик. То есть нужно было принести бумаги? Там были бумажки, да, куксероксы бумаг. Откуда? Откуда? Значит, они смеялись, говорили, что у нас много друзей там в правительстве, в администрации. Ну, вот эти друзья, видимо, соответствуют фигуре господина Михайлова. Что же это с друзья такие? Которые сейчас идут по статье, если я правильно понимаю, значит, «Измена Родины». Вот. Значит, опять-таки непонятно, «Измена Родины» состояла в том, что он вел бизнес с хакерами? Вряд ли, да? Вот. Или вся эта операция, это страшное такое проникновение Барака Обамы, значит, просто внутрь уже ФСБ. И получение от ФСБ сведений о атаках на избирательность. Ужас. Да. Вообще даже страшно подумать об этом. Вот. Или это простая конкуренция, внутривидовая конкуренция за монополию, экологическая ниша. Потому что ниша-то из периферийной, я имею в виду вот эти сетевые дела, хакерские дела, становятся в высшей степени престижной с точки зрения спецслужб, государства и даже бюджета, значит. Да? То есть одно дело, там какие-то хакеры, которые иногда дают возможность затроллить какого-нибудь мнимого либерала во власти, а другое дело, когда речь идёт о американском президенте. Вот тут уже, я думаю, что моя схема, так сказать, то, что у меня в голове, у меня есть два основных варианта. Либо это борьба за перераспределение ответственности вот в этом секторе, который раньше был периферийный, а деньги туда пойдут точно, вот, так сказать, совершенно. Либо это начало, нельзя исключать, большой кампании политической. Мы это увидим скоро. Вот про второй вариант поговорим после небольшой паузы. 19 часов 20 минут в Москве, в этой студии. Мы остановились на том, что возможно это перераспределение ресурсов, ну, скажем так, в IT-отрасли, а возможно и внутребедовая конкуренция. Но вот по поводу второго пункта. Из переписки Дмитрия Медведева мы узнали, что он любит животных, да? А из того, что декларируется как переписка Владислава Суркова, мы узнали об обсуждении дестабилизации ситуации на Украине в 2013-2014 году. Это что же получается, если мы исходим только из версии того, что Шалтай-Болтай – курируемая организация? Что можно такие шутки шутить с ним? Это уже стало безопасным? Это показывает, во-первых, расщепление контроля. Вообще происходит такое интересное, так сказать, расщепление управляемости. Становится всё больше вертикалий власти, которые неизвестно где начинаются, но уходят куда-то в разные стороны. И они все приторговывают. Вот, может быть, у них есть и идейные цели, я не знаю, но торгуют они все. Кстати, между прочим... Полномочиями или чем? Полномочиями сами торгуют? Торгуют, естественно, как бы тем рынком, который равен их сфере контроля. Вот то, что они контролируют, с того они и живут. Вот, вспомним, Владимир Владимирович Путин в начале осени, где-то это было чуть ли не в районе первых чисел сентября, говорил буквально почти что про этот случай. Говорю, какое дело вообще, кто это взломал почту? Главное, что... Несколько раз говорю, какое дело? Надо обсуждать то, что там найдено. Вот это является предметом, как он говорил, общественного интереса должно быть. Правда, речь шла не о Российской Федерации, а о Соединенных Штатах. Да, и о почте Клинтон. Вот, во-первых, я думаю, что ни Владимир Владимирович, ни кто в Кремле все-таки не хочет, чтобы предметом общественного обсуждения стала почта самого Кремля. Но этого могут совершенно не знать люди, которые ведут свою игру. Мы будем думать, что эта игра какая-то изощрённая, она какая-то многоходовка, а она может иметь очень простые причины. Желание, значит, просто там за что-то там, как с почтой Суркова, чьё-то желание, значит, там сильно наказать Суркова или сделать просто каким-то образом помешать, да, потому что ударить по его положению, создав, мы же не знаем, чем это сопровождается, какими бумагами. Может быть, бумагами о том, что это Сурков сам и слил эту почту. Значит, это сфера, где постоянно идёт вот такая игра. Она бы шла в политике у нас. Мы бы все говорили, ах, какая грязная политика, но поскольку политику затолкали в аппарат, она идёт в аппарате теми средствами, которые в аппарате есть. Но я не исключаю, что будет большая компания, которая входит в серию тоже больших политических компаний года предшествующего президентским выборам. Скорее всего, будут искать вот такими жёсткими средствами какой-то вариант мобилизации электората, вот, чтобы получить те самые 70 на 70. Вот, будут экспериментировать. При этом будут лететь головы натурально, в том числе и головы в мешках. Занимательные эксперименты. Глеб Павловский, его особое мнение, плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот, семьдесят, сорок пять. Вот и слушатели вас спрашивают про Алексея Навального. Да и вы уже как-то так затронули тему президентских выборов. На самом деле, в Кирове, между тем-то, продолжается повторное рассмотрение дела Киров-Леса. Туда сегодня судья Алексей Втюрин решил на следующее соседание принудительно доставить Алексея Навального. Вообще, что происходит? Это дело для чего? Для того, чтобы его не допустить к выборам? Для того, чтобы его допустить к выборам и как раз создать ту самую мобилизацию, о которой вы говорите, и выиграть красиво. Или что это? Ну, опять же, здесь, я думаю, нет многоходовки. Здесь есть много, так сказать, скорее это многоножка, которая не знает, какие ноги у него в данный момент куда идут. Единственное, что можно твердо сказать, что до какого-то времени Навальный пользуется, что ли, каким-то минимальной защитой, который вообще-то должен пользоваться любой политикой Российской Федерации, но любой не пользуется, а Навальный в какой-то степени ограниченной угрозой суда и посадки, ограниченной ударом по брату, ограниченной уже названными некоторые даже законы, которые будут приниматься, уже названы, да, это чтобы помешать ему выдвигаться, там будет принято специально откорректирован закон о возможности собирать фондрайзинга через там такие системы, как Яндекс кошелек. Это тоже довольно смешно, да, закон принимается для одного человека, значит, специально, целевым образом. То есть он обставлен со всех сторон, в то же время он действует, он двигается, его как бы плохо, по российским понятиям его не трогают, да, хотя вроде бы никто из нас не хотел бы, чтобы его не трогали таким способом, значит, как Навального. Ну, совершенно очевидно, что есть директива с самого верха, ничего другого вот на этот вопрос не отвечает. Какое-то время назад издание РБК, ссылаясь на источники, говорило о том, что вот, мол, в Кремле даже обсуждали вариант допустить Алексея Навального до выборов, чтобы, значит, как-то эти выборы оживить, но потом от него отказались. А почему, собственно говоря, почему бы им это не сделать? Это же абсолютно... Они будут иметь полное право потом говорить, что вот, все было, успокойтесь, выборы прошли, результат какой есть. В Кремле Навального обсуждали много раз. И обсуждали также допустить или не допустить его к выборам. Оставим в стороне то, что это все, как мы понимаем, абсолютно не соответствует закону о выборах. Это такой момент. Ведь, как известно, штаб Клинтон обсуждал пользу Трампа продвижения. Это известно просто, значит, сказать, они рассматривали Трампа как удобного противника. Он хороший. Вот. И что он... Он мобилизует, как они считали, мобилизует контрэлектора, то есть их собственный. Вот. Получилось чуть-чуть не так. И я думаю, кто-нибудь на этих обсуждениях мог бы обратить внимание на такое печальное обстоятельство. Потому что игра сложная, такая сложная игра, я думаю, невозможна сейчас при нынешнем уровне управления в администрации президента и при нынешнем уровне использования даже тех высокотехнологических административных средств и электронных средств и других, которые у них есть. Это слишком тонкая игра. Вот вы говорите, что там такие расшатанные механизмы управления, но с выборами это все всегда как-то было... Работало четко, как по часам. И каждый раз, когда у нас были какие-то прогнозы, что вот здесь оппозиционеры могут набрать столько-то процентов, здесь столько-то... Там... Ну, вот это все сводилось на самом деле в реальности к такому минимуму, что как-то даже неудобно. Не ждать, ничего, переживать. слово всегда здесь не вполне годится. Во-вторых... Последние 10 лет. Во-вторых, в том, что касается выборов президента, то самые высокие показатели по отношению к всему электорату у Путина были все-таки в 2004 году. Это... И потом до них не поднимался. А это значит риск. Это означает риск. Во-вторых, ну, экономическое положение в стране, оно не так страшно, как пишут в прессе, но в то же время не так хорошо с точки зрения населения, избирателей. Что скажут избиратели по поводу пенсии и всего остального? Есть мелочи. Вы знаете, есть такие мелочи, как вот в сюжете о Шаутае-Баутае, да, говорится о московском чиновнике, который заплатил 10 миллионов долларов, видимо, собирал очень долго свои зарплаты, чтобы не опубликовали его личную переписку. Сколько же стоит переписка в таком случае? Веб Павловский, его особое мнение, у нас впереди небольшая пауза. Новая газета сегодня опубликовала большой материал о покушении, которое готовилось на Рамзана Кадырова в прошлом году и, согласно этому материалу, организовал этот заговор там, да, представитель семьи Ямадаевых, мягко скажем, оппонентов Рамзана Кадырова. Но интересно, что, согласно этой информации, большое количество, ну, представителей очень уважаемых фамилий Чечни к нему присоединились вплоть до человека, который родственник семьи Кадыровых. И именно поэтому, якобы, очень долго глава Чечни сам следил за тем, чтобы информация не появлялась публично. Вот как вы считаете, это вообще может пошатнуть как-то оппозиции в смысле отношения федерального центра к нему? Нет, здесь зависимость в этой истории видна другая зависимость, обратная. Именно потому, что пошатнуть его позиции, его связь Кадырова и федерального центра невозможно по причинам структурным для центра, по причинам зависимости центра от каких-то вот таких самостоятельных, полусамостоятельных блоков, среди которых там Чеченская Республика Рамзана Кадырова или там Роснефть Игоря Сечина являются вот такими полууправляемыми, полуконтролируемыми, а иногда почти неконтролируемыми блоками. Именно поэтому политической возможности смены Кадырова нет, это понимают его, любые его противники в Чечне политически, да, и у них остается только один путь, это традиционный азиатский путь, путь переворота, заговора и так далее. Я не вдаюсь в подробности, я не знаю, кто там заговорщики и в коей степени был ли заговор, но Кадыров постоянно будет иметь дело именно с заговорами, потому что политических противников он не допустит и Центр не допустит. А Центр-то почему не допустит? Ведь на самом деле есть многократно почему-то... Что делать в этом случае? Понимаете, эта проблема такая же, как с очень многими другими вопросами. каждый, так сказать, Центр не по одному, заметьте, направлению не знает второго шага. Вот там всегда вы видите такой какой-то красивый, такой хорошо презентованный первый шаг, как было там, допустим, в ракетной отрасли с пришествием Рогозина, да, а второй шаг увязает в деталях того самого управления, которого нет. И когда выясняется, что там в спутниках стоимостью десятки миллионов дядя Вася каким-то припоем с казахом положив в карман золотишко паяет. Все это кончается известно чем. И то же самое здесь. Если не Кадыров, то кто? А так как сейчас не опасно для федерального центра? Ну, конечно, опасно. А для федерального центра это и есть обоснование его незаменимости. Все так опасно, каждый второй шаг по любому направлению так опасен, что без Кремля никуда никак. Это источник легитимности, если угодно. Понимаете, это связь. Даже при бунтующей местной элите? Да, при бунтующей местной элите. Ну, она же так бунтует, что недобунтовалась, да, и видно, что она не очень там может что-то сделать. Она слаба, она боится. Ну, и то же самое во всех остальных направлениях. А что в наших деловых элитах восторг? Нет, конечно, но они же не сбунтуются, тоже понятно, да. так вот на этих подробностях и держится, стоит наша могучая федерация. Не про нашу федерацию, но не могу вас не спросить, уж очень много вопросов к вам про Дональда Трампа. Ну, был 45-минутный разговор, да, все как-то очень оптимистичные чиновники. Дональдов же еще. Да, любимый наш Дональд Трамп. А вот сегодня выясняется, что под эту всю историю с мигрантами и так косвенно зацепило и нас, немножко ужесточили там правила получения Ну, Трамп не наш, это вижу, понятно. Трамп свой, он ведет свою игру, которая тоже, наверное, не замысловата, но нам она не вполне понятна, потому что он глубоко американец, конечно, и потом американец популист в точном смысле слова, не в русском ругательном, а в Америке мощная очень традиция популизма. Популизм там название вполне респектабельной позиции. Популистами был целый ряд американских президентов, в частности, такие известные, как там Тед Рузвельт, например, еще начало XX века. То есть с контекстом ориентации на большинство? да, именно непосредственно на народ как носитель в точном смысле слова коренных ценностей, опорных ценностей, которые понимаются причем тоже поурелигиозно, поусветски. Это такая гражданская религия, как они говорят. Поэтому Трампа мы точно не поймем. Здесь важны две вещи. Первое, очень быстро добиться какой-то минимальной разрядки, пока можно, минимального взаимопонимания, то есть начать работу над какими-то простыми вещами, чтобы разблокировать вот эту тикающую мину, оставленную прошлой администрацией. Ведь мы эскалацию конфликта остановили буквально на полпути, да, мы помним, что было осенью. Вот, и если бы не Трамп, гарантированно бы это продолжалось. А это была очень плохая ситуация, она неустойчива. Значит, надо быстро понизить напряженность начальную, но стабильного положения мы не создадим. А второе, вы уж извините, России надо готовиться, иметь дело с нестабильной Америкой. Мы вот все ругали стабильную, да, а теперь мы имеем дело с нестабильной Америкой, которая значительно опаснее и стабильной. И потому что она менее предсказуема. И значит, надо научиться сдерживать Америку. Опять-таки, еще раз простите, России надо учиться той стратегии, которая изобретена в Соединенных Штатах, стратегии сдерживания. Вот, она ведь, это хитрая стратегия, она ведь не требует преимущественной силы, превосходства в силе, она лишь требует быть пугающе неопределенным для противника. То есть, ты должен быть чуточку безумным, у тебя должна быть какая-то искра безумия в глазах, значит, противника думает, черт знает, чего этот парень дальше сделает. А мы тогда не в одном жанре соревнулись. Да, совершенно верно, мы в одном жанре, но не в одном весе. Кто тяжелее? И вот тут проблема, потому что наш тип сдерживания, бац, и Крыма нет, да, наш тип сдерживания, он довольно рискованный. В это Америка тоже в это играла, ведь, когда-то взял Рейган, почему-то вторгся на какую-то микроскопическую гренаду, зачем он это сделал? Ему гренада была не нужна совершенно, ему надо было показать политбюро в Москве, что Америка готова воевать за своими пределами. Вот то же самое Крым, это тоже был, конечно, была демонстрация сдерживания, это, я думаю, в Кремлении сразу поняли, что, как это работает. А теперь перед нами новый такой же парень с другими возможностями. Вот поэтому наша прежняя модель сдерживания может не сработать. Мы будем играть в сумасшедшего, а он умеет его изображать значительно лучше, по-моему, я так смотрю на его пресс-конференции. Вот. А ему вообще нужны эти улучшения в отношениях? Ну да, ему нужны. Ему почему-то нужны, в общем, понятно, почему он хочет нарушить правила игры во всех областях, где они установились. Просто потому, что он иначе не знает, как управлять. Это нам очень понятно. Мы так, мы сами такие. Когда не знаешь, чего сделать, устрои кризис. И тогда все к тебе придут и будут тебя любить и спрашивать папа, что делать. Вот. Вот именно похоже так. Смотрите, Трамп ведь мог не так грубо обойтись с этими эмигрантами, да, значит, но на самом деле без какого-то хитрого плана он на самом деле инсценировал фактически Сиоми врагов, вот эти вот занятия этих аэропортов и так далее. то есть он увеличивает трещину в обществе. То есть ему вообще как-то в радость акции общества. Да, да, да. И если, как говорится, там, я думаю, вот, случай Лихарви Освальда, там уже американский президент хорошо защищен, поэтому он не боится. И он будет играть на вот этом расколе, строить свою власть, и может быть, он что-то сделает полезное для Америки, но нам-то надо выжить. И мы не хотим оказаться в фокусе американской ненависти. Нужно сдерживать Америку, да, нужно сдерживать Америку не только военным образом, но и политически. Это требует другого качества дипломатической игры, я думаю, чем то, что сейчас у нас есть. А как популисту Дональду Трампу не выгоднее ли не любить Россию? Там же, наверное, большие памятные мероприятия с рискованной. Во-первых, ведь те, кто организуют нелюбовь к России, это сейчас его противники, да, может быть, он с ними со временем сговорится, но все равно это истеблишмент, это снобы, это не его люди, а без них он должен обращаться через другую часть населения, который, вообще-то говоря, до России, ну, просто совсем никак, ну, совсем никак, реднеки эти, Россия, вот, у них кукуруза, ранчо, значит, оружие хорошее, вот, и... Да, ну, и дедушки, и бабушки, возможно, делали на своем участке бомбоубежище. они, да, но им сейчас, им не до России, я думаю, что Россия, тема России как раз удобна Трампу тем, что это красная тряпка для его противников, вот, а ничего, теперь, когда у него, он разговаривает по телефону с Путиным, ему это не опасно, то есть, Путин понимает, что это тоже игра такая, поэтому я думаю, что нас ждет какой-то кратковременный детант, в течение которого надо выстроить, ну, такую защиту, просто, я бы сказал, фоупруф, как говорят, да, защиту от дурака. Спасибо большое, мы посмотрим, что будет, в общем, тут каждый день какие-то новости с этим связаны, судьба Дональда Трампа не оставляет нас и продолжает вызывать интерес у россиян. Спасибо большое, Глеб Павловский, политолог, его особое мнение, меня зовут Оксана Чиж, спасибо всем, кто участвовал. Всего доброго.